Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.06 в Кирове. Сегодня среда. В студии Владимир Сметанин и Светлана Занько. Добрый день. Добрый день. И это программа «Урбан». В возрожденной программе «Урбан» мы сегодня здесь собираемся за круглым столом, чтобы обсудить следующую тему. Как создаются проекты благоустройства, и рассматривать мы этот вопрос будем вместе с специалистами, с архитекторами. Которая часть уже сейчас находится в студии, а часть подойдет во втором часе после 12. Давай сразу представим наших гостей. Давайте, конечно. Добрый день. Мы говорим «Линия Геппалова». Это член Кировского отделения Союза архитекторов России, директор и главный архитектор архитектурной мастерской «Линия Стиль». Добрый день. Здравствуйте. Да, и ваш коллега по мастерской тоже с нами. Это Антон Матюхин. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Ну, у нас сегодня достаточно такая представительная будет компания. Люди довольно в городе известны. Наверное, отчасти сегодняшняя наша тема еще и навеяна вот такой обстановкой в городе, когда весна никак-никак не может разродиться. И мы ходим на это все, смотрим, и многое нас не устраивает. Вот мы думаем, чтобы такое изменить, чтобы на настроении это положительно сказывалось. Ну, и в целом вот в глобальном масштабе мы сегодня хотим сегодня поговорить, чтобы, собственно, обстановка городская нас радовала вне зависимости от того, какая погода, рано или поздно наступает весна, ну и так далее. 211-101 номер телефона прямого эфира. Мы приглашаем вас к обсуждению этого вопроса совместного. Вы можете высказываться и на тему того, насколько вам нравится, не нравится, как благоустраивается сейчас наш город, чтобы вы меняли. Да, мы призываем, конечно, к конструктивному разговору, без критиканства, сильного такого уж прям. Но вот с предложениями больше, пожалуйста, звоните 211-101. Кроме того, на сайте хакирова.ру у нас есть опрос и в нашей группе ВКонтакте, какой из парков Кирове уже сейчас, вы считаете, самым благоустроенным. Точечно мы решили, да, такой опрос сделать. Ну, самые известные парки, и вот три парка сейчас на сайте хакирова.ру лидируют, это Парк Победы, Парк имени Кирова и Александровский, у них поровну голосов, а ВКонтакте? ВКонтакте с большим отрывом на первом месте Александровский сад, 60 с лишним процентов. Там есть еще парк имени Гагарина, Кочаровский, Дендропарк, пожалуйста, голосуйте. У нас есть аудио и видеотрансляция на сайте хакирова.ру, можете, кто любит еще смотреть, картинку получить на сайте хакирова.ру. Там есть такая красная кнопка, веб-камера в студии. Заходите, смотрите, слушайте и участвуйте в нашем разговоре. Но сразу, чтобы познакомиться с нашими гостями, понять, чем они занимаются и кто они такие, я бы хотела такой вопрос задать. Во-первых, основное направление деятельности вашей мастерской, а во-вторых, участвовали ли вы когда-нибудь в вашей мастерской и ваши специалисты в проектах по благоустройству города Кирова? То есть то, что горожане могут видеть уже сейчас, придуманное вами. Добрый день. Наша мастерская отличается, наверное, от других мастерских, что мы захватили очень большой спектр различных направлений архитектуры и дизайна. Это прежде всего архитектурно-строительное проектирование. Так как мы проектируем объекты, мы проектируем и благоустройство среды рядом с этими объектами. Объекты это что это? Это дома, жилые, здания, административные. Жилые, административные. То есть жилые, общественные, даже производственные. Ну, в основном общественные жилые. И хотя, в принципе, мы можем проектировать довольно высокие здания, но как-то так сложилось, что основная наша фишка вот где-то так до пяти этажей. Индивидуальные жилые дома, инженерные коммуникации, дизайн наружный, внутренний. И так как нашим сотрудникам нравится и заниматься, и благоустройство, мы вошли в тему ландшафтного дизайна и благоустройства территории. То есть как раз комплексное развитие территории, которое все для себя включает. В принципе, это наша фишка, именно комплексное развитие территории. То есть от зданий и сооружений до благоустройства и внутреннего дизайна. Когда вот создается некая такая гармония, это, в принципе, мы к этому и стремимся, как бы чтобы внутреннее и наружное пространство и территориальное благоустройство, вот именно, оно было в комплексе сделано и гармонично связано друг с другом стилем, инженерными коммуникациями. Алина, а сколько времени существует ваша мастерская? Ну, в этом году нам будет 14 лет. 14 лет. Мастерской. Давайте назовем сразу объекты, хотя бы пару-тройку, которые вы проектировали. Ну, некоторые объекты довольно так видимые, может быть, не настолько глобальные. Такая визитная карточка — это домики на улице Дрилевского, там такие в классическом стиле. Которые рядом с театром кукол. С театром кукол. Которыми гордится Ирина Рубцова. Ну, в принципе, я тоже горжусь. Если кому-то привычнее слушать улица Спаская, то это улица Спаская. Да, это улица Спаская и дома за этими домами. Как бы вот этот комплекс, это было, в принципе, как раз в переходное время, когда вот я создавала эту архитектурную мастерскую и работала еще в другой фирме. А как это можно назвать? Вот стиль, стиль, не знаю, дизайн, в котором... Ну, вы знаете, стиль... В котором выполнено это все. Конечно, дома — это современные дома, но стилевое направление — это с элементами классики. Притом эти дома проектировались именно с изучением образцовых проектов XIX века, по которым... Конкретно Кирова, кировских домов. Конкретно провинциальных городов. То есть я изучала именно образцовые проекты домов для провинциальных городов, не для столицы. Хотя изучалось, конечно, многое. Был изготовлен каталог вот всех этих изделий. Это, наверное, самые прочные изделия, потому что они были из бетона вылиты первоначально. Сейчас они несколько по-другому исполняются. Но вообще вот комплекс... Каких изделий вы имеете? Изделия декоративные для украшения фасада зданий именно в этом стиле. Но вообще вот в то время, как раз вот когда постперестроечная, да, когда вот я начинала работать в Кирове, как раз в это время отличалось комплексным подходом разработок микрорайонов. И вот молодые архитекторы там под руководством более опытных собирались и разрабатывали историческую часть города Кирова, отдельные микрорайоны. И тогда был такой, знаете, перелом интересный, когда вот от старого генплана, которым предполагалось снос практически всех исторических зданий, об этом сейчас мало говорят, вот тогда именно произошел перелом по сохранению исторической части города Кирова. И, к сожалению, вот пошли 90-е годы, опять, значит, экономическая ситуация изменилась, и многие участки, которые были разработаны в эскизном таком варианте, они были розданы различным застройщикам, и утеряна была вот эта комплексность, к сожалению. А вот эта часть... Этого нельзя никак было избежать. Ну вот, вы знаете, у нас, мы все-таки не просто художники, да, мы очень зависимы от экономической ситуации. Хотя в то время даже было трудно там какие-то стройматериалы достать, в отличие от сегодняшнего, там, изобилие просто различных материалов для благоустройства, для оформления фасадов. Технологии доступными стали. Технологии просто лавой к нам ринулись из столицы, из-за рубежа, то есть фирмы, как бы предложений очень много. В то время мы были очень ограничены. Все то, что вы сказали, говорит о том, что архитекторы, архитектурные мастерские, существующие в городе Кирове, этими технологиями владеют и способны разрабатывать проекты не хуже, чем проекты федеральные, столичные и зарубежные. Правильно я понимаю? Вы знаете, я бы даже сказала, что наше архитектурное сообщество, оно относится более ответственно к этим делам, чем некоторые столичные фирмы. Конечно, есть очень уважаемые столичные фирмы, которые задают тон, вообще в архитектурном проектировании. И мы равняемся на них, естественно, учимся опыту. Да, у нас очень много встреч происходит в Нижнем Новгороде, в Москве, мы как бы ездим на эти встречи, и интернет сейчас позволяет. Но местные архитекторы, если, допустим, им дадут какие-то полномочия и экономическую составляющую, чтобы наши проекты доводились до ума, и авторский надзор сохранился, у нас ведь нет авторского надзора, я не знаю, может быть, вы не знаете. А что такое авторский надзор? Авторский надзор — это когда проектная фирма, она до конца ведет проект за соблюдением тех проектных решений, которые были задуманы в стадии проекта. А у нас ведь так получается, что ни за зданием, ни за благоустройством, авторский надзор не закреплен. Вот я сейчас посмотрела документы, которые сейчас как раз в этой программе по благоустройству современной сейчас идут. Там, слава богу, закреплено, по крайней мере, в «Стрелке», вот мы еще не поговорили об этом, там именно авторский надзор, это очень важная составляющая. Сейчас мы давайте не будем перепрыгивать, потому что люди не знают, что это такое, мы вот сегодня такую просветительскую программу и устроим. Отбивку давайте небольшую такую сделаем, у нас небольшая пауза сейчас, очень скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. «Урбан». Программа о городских проектах. Как создаются проекты благоустройства в нашем городе, благоустройства городской среды, взгляд архитекторов. Так обозначили мы сегодняшнюю нашу тему в программе «Урбан». Подключайтесь к 211.1 и рассказывайте, где в нашем городе, и какие вы хотели бы видеть изменения, касающиеся благоустройства. Как вы представляете облик отдельных районов, отдельных домов, парков, каких-то закоулков. Да, вот сейчас уже Алина Геннадьевна, член Кировского отделения Союза архитекторов России, директор и главный архитектор мастерской «Линия стиль», рассказывала о том, чем занималась она в 90-е годы. И это была история про улицу тогда Дрелесского, сейчас Паская, как раз такой микрорайон, который находится около, вокруг театра «Кукол», и которым гордится, как мы знаем, Ирина Васильевна Рубцова. Да, я просто хотела познакомить еще и со вторым гостем наших слушателей, с Антоном Матюхиным, который тоже является архитектором мастерской «Линии стиль». Антон Матюхин другого поколения человек, он в 90-е годы не разрабатывал эти вещи и не помнит, что тогда был акцент на комплексное развитие территории, который потом сломался, да, этот тренд сломался, и сейчас он какой-то другой. И поэтому хочется услышать Антона. Вот сейчас вы чем занимаетесь, и вы каким видите вот в данный момент времени подход к строительству, к развитию благоустройства города, который вот сейчас существует и проводится, я не знаю уж кем, надо будет разобраться, властями, строителями, архитекторами. Ну, во-первых, чем мы сейчас занимаемся? В данный момент по благоустройству мы участвуем в проекте благоустройства Дворца Пионеров. Прилегающей территории к Дворцу Пионеров. Это тема, о которой мы неоднократно говорили, да, в нашей студии в том числе. И надо будет сейчас прямо сказать, что этот проект, это не проект властей городских, насколько я понимаю, это как раз проект, который вырос из инициативы снизу, да, и который организовали жители прилегающего микрорайона, да, и Красивый Киров, да? Да, Анатолий Курбатов и Гирьбагин, да. Анатолий Курбатов и Гирьбагин, постоянные наши эксперты. И при участии некоторых специалистов и депутатов. Да. Ну и сам Дворец тоже. Дворец, конечно. Город, естественно, администрация поддерживает. Просто я имею в виду, откуда вырос этот проект. Итак, в какой стадии находится работа? Какие наработки? Мы работаем, как еще это объяснить. Это надо показывать. Это на словах очень тяжело. Есть реальные макеты, материалы? Да, да. Есть уже трехмерная модель. Там мы все это отстраиваем, смотрим, как это будет выглядеть, как это будет лучше для людей. Ну, надо сразу сказать, что есть сайт, который посвящен этому конкретному парку. И мне вчера Анатолий говорил, Курбатов, что уже поступило 8 или 9 проектов. Один из них из Германии. Был объявлен конкурс конкретно через интернет. И то, что вы делаете, вы делаете не по заказу. Это не какие-то деньги, которые были выделены, да, и вы разрабатываете. Ну, по крайней мере, начало было совершенно эльтруистическое. То есть мы бесплатно начинали. Сейчас вроде бы там какая-то светит циферка победителю. Это в случае выигрыша. В случае выигрыша, конечно. Все остальные не получат. Но вообще участие в этом проекте нас очень заинтересовало. Потому что вот мы с Антоном такие люди активные. Очень любим конкурсы. Вообще мечтаем, на самом деле, чтобы наш город был красивый. Мечтаем об активной работе по разным направлениям. А тут, значит, что касается этого конкурса, то мы перешли уже на второй этап. Прошли первый этап отборочный. То есть предоставили некую концепцию развития этой территории. А сейчас, тем более, что как бы снег тает, мы немножко как бы другое видение уже территории увидели. Настроение улучшается. Да, да, да. И не без корректировок. То есть мы вносим корректировки в наш первый план. И Антон очень активный участник этого направления. Расскажите нам, Антон, как вы видите развитие этого парка? Это секрет. Какие-то мазки такие, штрихи основные. Концепции. Ну, самое главное, это создание определенных центров, зон притяжения в этом парке. То есть просто сделать дорожку среди деревьев, это мало. Нужно людей туда завлечь, чтобы они там находились, чтобы они там жили, чтобы жизнь там крутилась. Вот. В этом направлении мы сейчас работаем. А какими способами можно добиться, чтобы в этих тенистых аллеях жизнь била ключом? Например, организация какой-нибудь красивой площади, какой-нибудь ландшафтный сквер, да, в котором взрослые люди смогут спокойно отдохнуть, посидеть, насладиться видами природы. Или же организация каких-либо детских площадок, да? И при том надо, чтобы детские площадки и дети не мешали взрослым людям в тишине. Да, да, конечно. А это называется грамотное зонирование. То есть зонирование и распределение потоков каких-то. И, конечно, это эстетическая привлекательность. То есть вот, чтобы людям хотелось там даже во время праздников, каких-то семейных событий, да, прийти туда и просто так ежедневно приходить и где-то сфотографироваться на фоне чего-то, отдохнуть. То есть кто-то будет активно отдыхать, кто-то будет отдыхать в тихом такой, в тихой лагуне природы. То есть самое главное, чтобы там была и активность, и тихий отдых. И самое главное у нашей концепции – это семейный отдых. Семейный, при том, чтобы это было как бы для всех поколений. И чтобы это было место притяжения не только даже местных жителей, а городского значения. И, естественно, всё равно при всём, при том, при введении каких-то новшеств, сохранить вот эту мемориальную ценность. Потому что основная идея мемориала – это связь поколений. Ну там, конечно, было немножко, несколько политизировано. На самом деле, без связи поколений как бы не будет будущего просто. Там сложная достаточно, действительно, территория в этом смысле. Потому что, кроме того, что там есть мемориал, кроме того, что детские площадки, понятно. Я понимаю, когда снег оттаял, у вас стала задача, а где же должны концентрироваться собаки, в общем-то. Да, собаку, чтобы забыли. Собаку сразу. А зимой ещё лыжники, летом футболисты и так далее. Вот, кстати, да. Есть ведь огромный пласт населения, который говорит о том, что это место для активного занятия спортом. Лыжи, бег и прочее. Кроме того, я не знаю уж, как к этому относиться, но ведь там зимой дети катаются с горок. Естественно, ландшафт был, используя, да, сами накатывая там эти вещи. Вы тоже вот то, чем уже занимаются люди, учитываете в своём проекте? Конечно. Здесь нужно отдать должное Анатолию Курбатову, который до начала освещения этого проекта очень хорошо поработал с населением. Опрос был, опрос, да. Да, был опрос, это современный, можно сказать, европейский подход. Был составлен опрос, текстовка, и там по итогам этой текстовки было составлено грамотное техническое задание. И там были конкретные предписания, чёткие. Должны быть такие-то площадки, такие-то детские, горки. Мемориал не трогать ни в коем случае, но это понятно. Поэтому с этим как бы уже можно работать. Учитывая, что территория вот этого парка, она большая, да, очень большая. Да, 23 гектара. Сложная такая история, требуется много всего. Сколько же времени вы работаете над проектом? Сколько мы работаем? Наверное, с той поры, как был объявлен конкурс? Да, да. С самого начала объявления конкурса. Это была осенью где-то, насколько я понимаю. Да, в конце осени. Мы, конечно, как бы работаем между другими проектами, но в принципе идёт такое в развитии. То есть как бы мы определяем, естественно, сначала такие некие общие направления, потом это прорабатываем. Сейчас уже идёт проработка более детальная. Ну вот это вот проект, который действительно вырос снизу и который создаётся совершенно по иной технологии. Тут нет госзаказа никакого, да, тут нет бюджетных практически денег. Но они будут подключены, я так понимаю, в рамках, в принципе, запланированных по благоустройству этой конкретной территории. Да, она значимая, город всё равно ею занимается. Но, насколько я понимаю, к этому проекту как раз привлекаются средства бизнеса в качестве благотворительных таких средств, которые будут поддерживать эти проекты. В том числе ещё раз фонд, награда за победителя. Он тоже формируется не из городского бюджета, он формируется из благотворительных каких-то средств, если можно так назвать. Понятно. Теперь хотелось бы вот о чём поговорить. Дело в том, что мы не зря сейчас обращаемся к публикациям, которые, слава богу, нас обеспечивает журнал «Урбан Репорт». Здесь за последний номер весенний собран материал, который посвящён как раз проекту, который проводит правительство Российской Федерации. Это такой фундаментальный и объёмный проект по благоустройству городской среды. Заговорили у нас об этом проекте, наверное, с прошлой осени. В прошлом году. Вынесены на общественное обсуждение, в том числе, были вынесены эти вещи. Я что-то не очень помню общественное обсуждение, как проходило, но мы точно знаем, что было определено, что нужно заниматься городской средой. Тут со всех сторон просто были подачи. Здесь и «Единая Россия» со своими инициативами по озеленению и благоустройству дворов, ремонту домов культуры и прочего. Тут и чемпионат мира по футболу очень помог, и, скорее всего, он явился отправной точкой, судя по тому, что я там смогла прочитать, познакомиться с какими материалами. Именно чемпионат мира он как-то особенно придал ускорение. Там, наверное, знаешь, как это можно объяснить? Изначально заявлялась очень большая сумма, 500-600 миллиардов рублей на подготовку России к чемпионату мира. Но потом правительство приняло решение о том, что благоустройством городской среды в тех городах, участниках чемпионата мира, должны все-таки будут заниматься местные власти. Это как бы немножечко, да, можно в этом разобраться. Да, Кирова точно. Надо сразу сказать, Киров сейчас не в теме. Киров пока не войдет. Там всего лишь 40 городов. Не в этой теме, да. 40 городов, 11, в которых непосредственно матчи будут проходить, но и остальные города там будут размещаться. Внимание, к концу 2017 года в 40 российских городах, я цитирую Urban Report, статья называется «Качественная городская среда. Как быстро создать дизайн-коды и применить их во всей России». Сейчас дизайн-коды отбросим просто, мне кажется, не о них. Это отдельно нужно обсуждать. Да. Должно появиться 210 обновленных территорий. Это увертюра большой оперы о повсеместном преображении городской среды. Работу над дизайн-проектами благоустройства Минстрой получил КБ «Стрелка». И фонду Единого института развития в жилищной сфере. Значит, журнал разбирается с экспертами, что же происходит. А происходит следующее. В рамках программы ЖКХ и городская среда, вот о ней-то мы как раз говорим, потому что те программы под благоустройство, которые продвигает под эгидой «Единой России», они туда входят. Более того, это не просто программа, это приоритетный национальный проект. Да, приоритетный национальный проект. Слава Богу. В рамках этой программы ЖКХ и городская среда, разработанной Минстроем России, сейчас готовится преобразование как раз 210 вот этих общественных пространств. Ну, надо пояснить, что это самые массовые, многолюдные просто места, те городские точки, где привыкли собираться местные жители. Это в том числе парки, скверы и так далее, площади. Да, да. Срок реализации проектов, первые 210 ключевых, будут реализованы до конца 2017 года. Вот меня скорость просто поражает, конечно же, потому что еще только в конце марта списки были составлены вот этих вот самых территорий, которые будут преображены, представляете? Ну, это в тех городах, где будут чемпионаты. Да, да, и обслуживающих. А еще 170 объектов с 2018 по 2022 год также будут преобразованы. В общем, для России-то на самом деле это ого-го какой темп. Я сегодня еще не раз буду отсылать нас к интервью Ирины Васильевны Рубцовой, которая сказала, я тут сколько, 30 лет в Кирове или 20 лет в Кирове, не помню. И мне есть чем гордиться. Это как раз микрорайон, о котором сегодня говорила Ирина Геннадьевна. И он, между прочим, строился и проектировался в 90-е. Внимание, да? Ну, вот как бы я хотела просто сказать, какое у нас темп, какое у нас движение. Да, еще раз. Адресный перечень объектов для благоустройства был определен только в конце марта этого года. А в мае, если не ошибаюсь, должен быть готовый дизайн-проект уже, да? Конкретный. Да. Который будет реализовываться. И вот как эти дизайн-проекты... Как эти дизайн-проекты... Воплощаться в жизнь. Нет, реализуются именно. Вот сейчас там производится. Это очень интересно. Потому что совершенно справедливо Володя отметил, что там эти проекты, собственно, строятся и планируются, и разрабатываются именно с помощью сообществ конкретного города. То есть не где-то там в КБ «Стрелка» разработали и в Минстрое. А они задают правила, собирают рабочие группы, так скажем, да? Которые состоят из архитекторов, дизайнеров, специалистов в городадминистрации, общественных деятелей, вот таких, как, например, Анатолий Курбатов. И очень это все похоже на то, что происходит с парком у Дворца пионеров мемориала, о котором вы сегодня говорили. Потому что производится исследование на местах, да? После этого опрашивается исследование на местах и территории, и предпочтение населений. Выясняется, что нравится, что не нравится. Собирается команда из местных архитекторов, еще раз, под эгидой местной администрации. И уже планирование и разработка совместно со специалистами КБ «Стрелка», вот тогда и происходит. А не то, что где-то в «Стрелке» разработали и спустили вниз. Это вот та самая программа, о которой вы говорили, Антон, которая очень напоминает зарубежный опыт. Впервые ведь в России так масштабно это все происходит. Ну, вы знаете, вот так масштабно, да. Но в Кирове, вот, по-моему, лет пять назад разрабатывалась концепция развития исторической части города. Как раз вот тогда собиралась команда архитекторов и дизайнеров. И очень быстро сработали. Вот тогда, я не знаю, наверное, помните. А по чьей инициативе? По инициативе администрации города. И тогда разрабатывалась вот эта овражная часть, овраг засора. Это было к юбилею города Кирова. К юбилею. Некая перспективная программа развития к юбилею для того, чтобы мы получили некие средства для благоустройства и развития города. Как раз вот заречная часть вот мы разрабатывали с Константином Павлом. И этот вот, значит, дорога. Канатная дорога. Я поняла потом, как вы изображали дорогу. Канатная дорога такая нашумела очень. И снос тогда говорили о сносе стадиона перед Покровским монастырем. Стадион Динамо. Стадион Динамо, да. Но это все ушло как-то, немножко затихло. Не затихло, просто это было все представлено, но денег не дали столько, сколько стоили все эти проекты. Я не скажу, что концептуально не разговаривали. То есть разговаривали, говорили, но это не доходило до рабочих проектов, кроме овражной части. То есть это были эскизы? Это были эскизы, конечно. Это было даже не столько эскизы, сколько разработка концепции развития. Какие-то участки были разработаны более подробно, какие-то менее подробно. Вообще, мы мечтали, конечно, что это дойдет до рабочего проекта и будет осуществляться. Почему это не дошло до рабочего проекта? И есть ли вообще все-таки какая-то перспектива? Мы это будем обсуждать уже после рекламы, через две минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Обостоятельную беседу, напомню, мы тут устроили по формированию и будущему городской среды. У нас в гостях Лина Геполова, член Кировского отделения Союза архитекторов России, директор и главный архитектор мастерской «Линия стиль» и Антон Матьюхин, архитектор, собственно, этой же мастерской. Мы остановились на том, что... Мы остановились на том, что реализуется сейчас... Не до конца, да? Там какие-то аспекты еще озвучили. Давай напомним все-таки нашим слушателям, что реализуется сейчас в России такая глобальная программа по благоустройству городской среды. Вырабатываются некие дизайн-коды на основе 40 городов, которые будут участвовать в приеме, которые будут принимать чемпионат мира по футболу 2018 года и обслуживать его. Но в перспективе, надо тут пояснить, будут разработаны некие типовые проекты, программы, которые в дальнейшем, в ближайшие годы будут распространяться и на другие города. На другие города. Но и надо полагать, что наш город тоже попадет в эту волну. Да. И вот здесь еще раз нужно подчеркнуть, какие существенные правила реализуются в ходе разработки этих проектов. Во-первых, я еще раз схему читаю из журнала Urban Report. КБ «Стрелка», которому поручено разрабатывать эти проекты, заключает контракты с локальным архитектурным бюро. Между прочим, представители такого архитектурного бюро у нас сейчас находятся в студии. Это Лина Геннадьевна. Вот тот, кто представил. Да, что представил. В ряде городов проводятся конкурсные, конкретные переговоры, а также национальный архитектурный конкурс. О нем, может быть, тоже мы сегодня во втором части поговорим. Цель этого направления – вовлечь жителей. Несмотря на то, что из всего, что я сейчас прочла про жителей… Не было ничего. Не было ничего, да. Но цель этого направления – вовлечь жителей от чиновников и архитекторов до рядовых граждан и помочь им улучшить свой родной город. И это должны быть индивидуальные дизайн-проекты. Я так понимаю, что все-таки кроме вот этих вот дизайн-проектов, самое главное – им отработать механизм именно по работе с разными слоями населения, объединив их для решения конкретных задач по благоустройству. Я должна сказать, что у нас приходит сообщение от наших слушателей 211-101. А пока что они нам поступают через нашего редактора Анну Лапшину. Вот Вероника спрашивает ВКонтакте. У нас… А, это ВКонтакте, но можно и по телефону, 211-101. У нас уничтожают старые дома, строят новые. А возможно ли с архитектурной точки зрения как-то реконструировать старые дома, чтобы они выглядели как новые, как делают, например, в Восточной Германии или в Калининграде с хрущевками, да и не только с хрущевкой. Вот история про хрущевки – это очень, кстати говоря, интересная история. Вы следите за ней, за тем, что в Москве происходит? Ну, в Москве, да, и в Калининграде тоже. Вообще, конечно, ситуация с хрущевками в Москве и в Калининграде с хрущевками в Кирове – это две совершенно разные истории. Так. А чем это отличается? Почему? Потому что для хрущевки в Кирове это такой хороший, в основном добротный дом. То есть технологии, что ли, какие-то разные? Вы понимаете, есть, нет, просто экономическая составляющая разная. А, для человека это хорошее жилье. Для нас, для кировчан, как бы хрущевка, построенная в Кирове, она неплохо здание. И экономическая составляющая такая, чтобы снести хрущевки в Кирове, кто возьмется за это, допустим, и расселить это население, которое живет сейчас в этой хрущевке, то мало кто возьмется. Потому что чаще всего стараются строить там, где затраты минимализированы. А, например, для Москвы снести хрущевки и построить там огромные дома, там комплекс целый – это как бы уже в течение, я не знаю, десятилетий такая практика идет. Это не сейчас как бы она возникла. А можно вот тогда прокомментировать вопрос, который встает автор Вероника? Можно ли как-то реставрировать, реконструировать? Ну вот смотрите, хрущевки, если она построена добротно, вот просто я знаю разные хрущевки по своим родственникам и друзьям, которые живут, в одних хрущевках стены просто разваливаются, а другой – это теплый, добротный дом. То есть если обследование показывает, что здание – это добротно, что фундаменты в нормальном состоянии, стены теплые, то реконструировать его очень даже возможно. Подождите, в любом случае у здания есть ресурс? Есть ресурс, но понимаете, ресурс он такой усредненный, и вообще как бы кирпичный дом, он может простоять более 100 лет, если заменить там, например, окна, может быть, которые продуваются. А панельные? Ну панельные там вообще очень маленький ресурс панельного, официально, по-моему, там 25 лет, но они у нас существуют очень долго и предполагалось… Два раза больше уже там. Да, они уже служат два раза больше, и в принципе некоторые довольно хорошо тоже служат. И опять же в нашей кировской ситуации снести все панельки – это же катастрофа. Куда переселяйте это население? Наверное, как бы здесь вот был задан вопрос о более старых домах, которые были построены или в начале века, или в 19 веке. Которые не снесли благодаря тому, что в 90-е годы каким-то образом там и защитили. Вы понимаете, какая-то ситуация? Ведь вот тогда хотели дома сохранять, реконструировать, но сохранить существующий дом гораздо сложнее, дороже. И проект более работистый, и строительство, как бы сохранение, оно тоже более дорогое. Поэтому, если, допустим, на здании наложено некое ветосохранение, тогда его сохраняют, а если на него не наложено, то его сносят, потому что застройщику так легче. Конечно, если бы, например, были более жесткие там санкции какие-то, мы сами с этим сталкиваемся, мы много домов реконструируем. Проект реконструкции гораздо сложнее, чем новое строительство, запроектировать новый дом, тем более, если высотный даже легче, чем, например, реконструировать небольшой. Давайте мы вернемся к хрущевкам и обратим свой взгляд к хрущевкам, например, которые располагаются вблизи парка Кирову, да, в центре города. Октябрьский проспект, да, активно застраивался в 60-е, 70-е. Даже, скорее, со стороны улицы Горького, Володь, там больше микрорайон, который застроен хрущевками. Да, в принципе, вот да, это Октябрьский, Горького, Томсомольская. Да, 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 и там дворы сохранены, и хрущевки сохранены. Вот эти дома, которые там находятся, имеет смысл сохранять, и как их можно преобразить? Если бы стояла такая задача, и была такая возможность. Вот смотрите, возможности... И всем при этом у нас минуты остаются только. Возможностей сейчас очень много сохранения, потому что материалов для утепления фасада много. для преображения фасада, чтобы они были более выигрышные. Это как бы декорирование фасада. Это просто вот можно даже показывать, вот на примерах это небо и земля. То есть, если за это готовы платить, то город можно преобразовать очень быстро. Только бы были деньги. Возможности есть, и архитекторы готовы этим заниматься. Поэтому лишь бы дом, как говорится, имел свой нестраченный ресурс строительный. Если дом в плохом состоянии, но он имеет какую-то историческую ценность, то его тоже можно сохранять. Но это еще большие деньги. Вопрос только в этом. А на Октябрьском проспекте есть дома очень такие интересные, которые на таком промежутном, переходном этапе... От сталинской архитектуры. От сталинской архитектуры к сталинского ампира, как бы к хрущевкам. И эти хрущевки, они тоже там более высокие этажи, и окна более большие. То есть, их тоже можно преобразовать более красиво, только... Только это дорого. Только это не всегда берется. Вот у нас было предложение, если берется организация преобразовать, вывесить доску для прославления этих спонсоров, которые готовы преобразовать этот... Это другая история. Может быть, мы ее обсудим, но уже во втором часе, напоминаю, мы говорим о том, как создаются проекты благоустройства, взгляд архитекторов. Урбан. Программа о городских проектах.